Вы, конечно, ужасная молодец и никогда этого не делали. Ну вот этого всего еще и еще, да, конвульсивная волна по интимным мышцам, судорожное сжатие, потом растопырить пальцы на ногах, назвать партнера по имени, медленно расслабиться. Исполнять проще лежа на животе, чтобы мужчина не заметил отсутствия секс-флаж, характерного покраснения при оргазме, на груди и шее. Впрочем, они невнимательные. Так вот, мы с вами нет, никогда, но другие девочки позволяют себе имитировать. И не только оргазмы, но и прямо-таки базовые вещи, например, любовь и близость. Возникает вопрос, зачем им этот утомительный театр, не проще ли бросить неподходящего человека и найти нужного, с которым все произойдет само. Нет, для кого-то не проще. Самое обидное для партнера имитация, касается чувств. Если оказывается, что барышня только изображала любовь, разочарование жестоко бьет по самолюбию. Забавная правда состоит в том, что для наблюдателя грамотно сымитированные чувства практически ничем не отличаются от настоящих. Мы считаем слагаемыми любви нежность, внимание, заботу, желание быть рядом. Когда девушка правильно обнимает, ласково прикасается, жарит котлетки, напоминает, чтобы не забыл ключи, инициирует секс, говорит о любви. Вот что мужчина должен думать. И зачем ему вообще задумываться, когда тут такое счастье. А девушке меж тем всего-то нужны отношения. Или секс. Или замуж. Она даже ничего плохого не затевает, ей просто для какой-то цели необходим любой приличный мужчина рядом, и этот подойдет. Замените объект, и она после короткого замешательства, подстроится под новое и станет также шептать и прижиматься. Иногда женщинам приходится имитировать интерес и интеллектуальную близость. Да, любит, да нравится секс, но вот поговорить ни о чем. Либо у нее в голове одни инстаграмные картинки, либо он глуповат. Хороший славный, но мыслей, мелкая лужица, хорошие дни по щиколотку. Бывает, он умный, но нестерпимый зануда или слишком увлечен своим делом, что для невовлеченного наблюдателя одно и то же. Вот и приходится включать активное слушание, боже, как интересно. Что, прям так и сказал. Погоди, неужели повторяются последние слова собеседника или кратко пересказывается его мысль? А что ты думаешь, а? Вау. Скука, конечно, смертная, но многим хватает получаса за ужином, чтобы создать иллюзию общения, а потом уже наконец-то можно в постель. Тут важно хотя бы примерно удерживать в голове информацию, чтобы 10 раз не переспрашивать человека, что он делает в следующие выходные и зачем танку эта железненькая штучка. Ну и время от времени отправлять ссылки и картинки на актуальную для него тему. Если женщина не полная идиотка, то достаточно долго сможет создавать некий интеллектуальный шум, который сойдет за диалог. При условии, что в остальном в паре все хорошо. Иные дамы вынуждены изображать сексуальное влечение. Хочется тепла и близости, либидо при этом молчит, но кто же нас возьмет без секса? Поэтому девушка идет на нехитрый обмен, я с тобой пересплю, а ты со мной за это будь. Так что надо не надо, а два раза в неделю она раздевается, надевает чулки, увы, не на голову, это хоть весело было бы. И уныло ползет к нему по кровати, типа она кошечка. Исполняет трюки, обнимая при этом с огромной нежностью, но без страсти. Все закончилось, теперь можно просто его любить, смотреть вместе киношку, болтать, гулять, целоваться. Но имитация оргазма не всегда вызвана отсутствием влечения. Случается, женщина помирает от желаний, но мужчина ей по каким-то причинам не подходит. Можно сказать, что не имитирует оргазм женщины, которым крупно повезло с партнерами, и не потому, что те справляются в ста случаях из ста. А потому, что они не требуют от дамы стабильного результата. Зачастую врать приходится с мужчинами, чье самолюбие держится на имиджу суперлюбовника. Он твердит себе и окружающим, что в постели великолепен, а мысль о малейшем несовершенстве собственных техник его уничтожает. Поэтому он ее и не допускает, если у женщины не случилось оргазма, значит, она какая-то больная, вариантов нет. Естественно, когда гляди того пришьют фригидность, секс становится настолько тревожным, что девушке проще изобразить вот это аааа, которое он видел в порно. За всей этой ложью редко стоит какое-то ужасное коварство. Чаще только страх, потери или одиночество. Женщина боится, что больше никого не найдет. Она боится, что если признается в несоответствии ожиданиям партнера, ее просто бросят. Отчаянно нужен рядом хоть кто-нибудь или именно этот конкретный человек, и если нельзя по-честному, ладно, давай я тебе совру. Что ты хочешь услышать, аааа, да.